Да, уже пива нету. По поводу «ты гений». Да. Это хорошее мнение. Вот понимаешь, Юра, ты гений. Я-то это понимаю. Шопенгауэр сказал, талант попадает в цель, в которую никто не попадает, а гений попадает в цель, в которую никто не видит. А-ха-ха-ха, Юра. Вот так. Браво. Вот с этой точки зрения. То есть, ну, всякое понятие, всякое слово должно быть, как говорится, определено через другие слова, понятно. Вот. Но есть, ну, гений это хорошо, но в свое время, помнишь, было, ты не читал, наверное, «Иду на грозу» был такой роман Гранина, Данила Гранина, вот, там интересно. Но там была такая фраза, которую я на всю жизнь запомнил. Молнией задницу не согреешь. Это да. Да. Вот. Поэтому, как говорится, вот пробивая, ну, брешь в обороне, да, вспыхивая там, ну, как данка там, светя своим сердцем, вот, гений делает свое дело, а потом приходят другие, приходят... Труженики. Рутинеры, которые должны это дело потом, как говорится, продолжать. Вот. Поэтому, но, всякий раз, ты понимаешь, вот, ты как гений, так еще и катализатор. Катализатор. Нет, не катализатор, а вот, хохма. Вот. Катализатор. Катализатор – это вещество, которое, участвуя в химических реакциях через, ну, создание связи между этими всеми элементами, само не расходуется, почти не расходуется. Вот. Но без него, ну, это ферменты у нас в организме, там, другие катализаторы, там, платина, предположим, в этих, вот, ну, в автомобилях, вот, чтобы сжигать, там, неправильные вещества. Вот. Катализатор должен быть обязательно, вот, в любом процессе, понимаешь, который это дело подталкивает, который, ну, баламутит всю эту обстановку, потому что любое, любое, говорится, дело, оно очень легко забалтывается, затягивается трясиной, вот, и должен кто-то приходить и встряхивать это все дело. Поэтому роль, твоя роль, как гения, да, вот она состоит в том, чтобы все-таки вот эту самую обстановку все время, ну, делать очевидной. Вот я не раз привожу этот пример, и очень мне он нравится, это, есть такой эффект вареной лягушки. Вот. Значит, это лягушку в холодную воду положили, начали подогревать, ей хорошо, в состоянии эйфории она сваривается, вот. А если ты лягушку бросишь в кипяток, то она обязательно выскочит, у нее срабатывают, она не бессознает, сработают инстинкты, она выскочит, там, кожа она лишится, но кожа она растет, а живая она останется. Это так называемая шоковая терапия. То есть человеку нужно всегда, ну, наступает момент, когда ему нужно просто дать вновь. И вот это он скажет. Ну, есть такое, ну, время у нас есть, я расскажу. Действительно, это был не, ну, не бродячий сюжет, а нормальный. Значит, дело было, рассказывал мне парень, дело было в Мурманске. Приехал, значит, он в гости к брату. Ну, где-то в каком-то общественном транспорте, в троллейбусе, наверное. Они шли так. Значит, брат вошел, потом он, а сзади кто-то. И вот он, да, он говорит, какая сука мне на ногу наступила. А тут сразу, а ну-ка, давай выйдем. Ну, а брат же он знал, что Мурманск это же головный город. Он, значит, обходит их вот так вот. Выходит первый из троллейбуса. Гость выходит вторым, а тут выходит третьим. И он еще не успел занести ногу на... А тут как звезданул по морде, тот упал. Говорит, о, сразу сказали, что свои. Ты понял? То есть, нужно всегда человека поставить на место. И иногда это требуется просто удар, импульс какой-то. Вот, ну, необычность, эпатаж. Ну, то есть, необычное общественное поведение и так далее. Вот ты, ну, ты же ходил за придурка, понимаешь? Ну, бьюрин там, придурок, все такое. Вот. Но наступает момент, когда весовые коэффициенты все меняются. Вот все, кто оценивали тебя как придурка. А тогда оказывается, ну, извините, в говне, а ты в белом фраке. Ну, как в известном анекдоте. Понимаешь? Вот. Поэтому, значит, тебе уже 50 лет, и ты уже не изменишься, естественно. Вот. Таким ты и будешь до конца дней своих, таким безбашенным закоперщиком. Вот. И будешь задавать... Твоя роль задавать вопросы. Твоя роль двигать, пробивать, шуметь, возмущаться. Вот. Ты понимаешь? В любом вот таком общественном процессе самое главное, это, чтобы был человек, который ощущал, чувствовал, чтобы у него была чувствительность к неправильности. Причем не просто чувствительность, которая переходит в возмущение на кухне или в дулю в кармане, а чувствительность, которая переходит в активное действие. Вот, ни хрена себе. Ну, вот так. Как это так? А как это так? А почему это так? То есть, вот это качество у тебя присутствует. Вот оно, в общем-то, ты его уже получил, как говорится, от Господа Бога. От мамы с папой. Да, от мамы с папой, от Господа Бога. И ты не должен этот, как говорится, ну, талант зарывать в землю. Ты его реализуешь нормально и, в конце концов, будешь понят. И Бог тебе воздаст. Он воздаст тебе разными путями. Вот. Поэтому, Юрий Алексеевич, а подожди. Так сколько тебе точно лет? Полтиня. Не, а тебе уже было полтиня? 4-го июля. А? 4-го июля. А, 0-4-0-9, 0-6, Господи, да. 0-4-0-6. 0-6-0-4. Да, да. 61. 61. Великолепно. Ну, ну, вот полтинник, это вообще возраст уже такого матерого мудреца. Уже не пацана. Матерого мудреца. Вот. И где ты, в общем, будешь... Наступит момент, когда мы... Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, как говорил дедушка Пушкин. Вот. В возрасте гораздо более молодом, чем ты. Да я в этом не сомневаюсь. Да. Южноукраинский стуль, он же не обещал памятник. Да ладно. Слова-слова. Что, не поставит? Слова-слова называется. Ему самому памятник подоставят. А ему уже была. Да ладно, бог с ним. Значит, Юра, тут в чем дело? Ну, как говорится, молнией задницу не согреешь, поэтому за всякими революционными действиями должны идти действия. Рутинные, тихие, спокойные, вот, но напористые и без... Ну, безвозвратные, я бы сказал. Необратимые, понимаешь? Необратимые. То есть, вот идешь, вот, когда, предположим, на гору идут, вот, тащат какой-то груз, ну, если он сорвался, то все, там погибли все, там и все прочее. Вот так и у нас, мы же идем в гору, мы поднимаемся, мы поднимаем, ну, если так громко сказать, то человечество поднимаем, понимаешь? Ну, проблема же везде на одна и та же, вот, и я же тебе говорю, что человек, в принципе, он наркоман. Подожди, проблему в других европейских городах ребенку не продадут, бутылку водки в центральном магазине, прямо... Ну, это зависит от нашей культуры, Юра. Ты понимаешь, тут, тут еще есть одна маленькая грань, вот, есть должна грань быть между жесткостью и гибкостью, понимаешь? Потому что то, что очень жестко, оно потом легко, хрупко ломается. Тут вот еще вопрос. Он более сложный, потому что, и вот, ты знаешь, у нас есть закон, в прошлом году его подписал Янукович, где-то в сентябре месяце, закон о приоритетах науки и техники. Что мне понравилось, очень здорово, что там самое первое, это развитие фундаментальных исследований в области, там, человека, вот такое прочее. То есть, Юра, мы знаем, ну, пытаемся там узнать, как устроен атом, там, строим коллайдер, там, еще там что-то делаем. Себя мы знаем очень плохо, потому что человек – это такое создание, такое совершенство, такая сложность, изучать которую, ну, нужно и нужно, но не просто изучать, а нужно изучать для того, чтобы, ну, жизнь становилась лучше, чтобы люди были более согласны, чтобы не было войны, не было там ссор, не было... чтобы жизнь была гармоничной, гармоничной, понимаешь? Вот. Поэтому, значит, столько, что делается везде во всем мире, вот, это надо знать. Что делается в так называемых нецивилизованных обществах первобытных, которые изолированы от так называемой нашей цивилизации, тоже надо знать. Читай, Эммануэль, там очень много полезного, между прочим, при всей легкомысленности самого Романа, там очень много философии, которая, причем гуманитарная философия, я бы сказал, вот. Ну, если в этом, ну, абсолютно легкомысленном романе встречается неоднократно слово «энтропия». Да я когда читал, я обалдел, честно тебе скажу, вот. Потому, значит, человек – это самое главное существо, которое должно быть изучено, дружелюбно, мягко, ну, без нажима. И из этого изучения должны выйти, ну, правила, так сказать. Хотя эти правила были давно сформулированы на бытовом уровне. И в религиях они были сформулированы, в бытовых каких-то правилах. Это все было. Но усложняется все. Жизнь сейчас очень сложна, понимаешь? Усложняется всякими разными причинами, которые тоже нужно устранять, которые носят антигуманный характер, понимаешь? Вот сейчас очень много антигуманного. Начиная с окружающей среды, которую гробили, войну гробили, третью мировую войну гробили, хотя она была холодной, так называемой. Но до сих пор еще расхлебывала. Но гробили. Поэтому мы с тобой находимся... Подожди, третья мировая война – это как? Ну, холодная война была, это еще поклеще, чем горячая. Горячую хоть видно, а холодную же не видно ни хрена. Поэтому мы с тобой идем путем, как говорится, погоугодным. Потому что Господь Бог, кем бы Он ни был, что бы это ни было, ну, создал человека по образу и подобию своему, как творец. То есть человек сам по своему первоначальному назначению, по происхождению, он творец, понимаешь? И вот у нас с тобой самая главная, ну, миссия наша – это привести мозги человека к чертежам Господа Бога. Больше ничего не надо. Вот ты сейчас спрашиваешь, а что сделать, а как сделать? Он сегодня я про Королева там читал, что он перед запуском первого спутника тысячу вопросов задавал. А как это? Да что ты задаешь вопросы, когда через час старт уже? Ты не можешь ничего, ты просто нервничаешь, понимаешь? А как вот это? Ну, слетает спутник, покажет все это. Ну, не нервничай, пожалуйста. А кому он задавал? Ну, всем задавал, а как вот это, как вот это, хотя ракета на старте уже, все, проверка уже была проведена. А у него все вопросы, вопросы он по инерции. Поэтому, понимаешь, надо меньше вопросов задавать, а просто уже отдаться этому течению, ну, и его направлять, понимаешь? Поэтому, я тебе скажу больше, Юра, значит, сейчас у Украины есть беспредельно счастливая возможность вот встать во главе нового мира. Я даже не боюсь этого слова, во главе. Потому что вот наша, ну, глупость, наша вот эта вот самая, ну, темнота, может быть, по сравнению с цивилизованным миром, нас сейчас и спасает. Потому что та демократия, которая выросла фактически из протестанства, из протестантского капитализма, вот, и все это гражданское общество, оно сейчас доказывает свою, ну, я бы сказал, такую несостоятельность. Потому что там нет духа. Они вытравили дух из человека, это очень плохо. Они заменили его деньгами. А мы еще, ну, на сале, на самогонке, еще дух этот не вытравили. И когда приезжает там какой-то заграничный человек, и его угощают запросто, он просто фонареет, он не понимает, у него это, как это не, бесплатно это все делается, понимаешь? То есть у нас это еще осталось. Осталось это в России, осталось это у восточных славян, это осталось. Вот. И сейчас, ну, эта человечность, эта душа, вот сейчас она и становится самым ликвидным ресурсом. Понимаешь? Не надо ее продавать, не надо ее торговать, она есть ресурс, потому что от души идет интеллект, от души идет все. Вот. И сейчас, несмотря, ты знаешь, там есть еще минутка. Значит, я в свое время имел, ну, счастье и удовольствие участвовать в избирательной кампании Михаила, ну, Бориса Олейника и Михаила Сироты. Вот. И у них была программа, я тебе скажу, обалдеть. Там были такие фантастические предложения перенести, ну, вообще, центр ООН, ну, что там, генеральную, ну, все, центр ООН, там, здание, все, и центр ООН в Киев. И приводили пример, слушай, Украина, у нас член-основатель, основатель, у нас же три члена-основателя было СССР, Украина и Белоруссия, основатель Организации Объединенных Наций. Вот. И у всех, все возможности были. То есть фантастика, она, в общем-то, не такая фантастика, да? Три страны оставали? Не, ну, мы втроем, Сталин сунул, значит, Украину, Белоруссию, ну, как пострадавший, и Советский Союз, три голоса он получил. Это ж надо им уже дать, это самое, задолженность, что мы получили, Украина получила, государственность она получила от Ленина, вот, международный статус она получила от Сталина, и мы их там еще обливаем грязью. Ну, они сделали свое дело. Вот. Так вот, сейчас Украина, она может стать лидером вот этого нового гуманитарно-социального строя, у которого ценность не деньги, не маны-маны, а человек, творец Господа Бога, понимаешь? Вот. Но для этого Украина самостат должна быть, ну, оплотом ума и согласия, больше ничего не надо. Ну, ума, разума. И вот то, что мы с тобой сейчас делаем, это мы с тобой выправляем разум, мы приводим человека, мозг человека к чертежам Господа Бога, разум человека к чертежам Господа Бога. Вот. И все. А все остальное сделают сами люди. Как они, как их не надо учить, как говорится, любить друг друга, в том числе и физически, все приходит на уровне инстинктов. Так и инстинкт самосохранения, но не зараженный вот этим вот монетаризмом, не зараженный этой протестантской, протестантским поклонением, что богатство есть благо. Да не благо оно, как оказывается. Потому что богатство вместо тормозов. И последнее, что я всегда говорю, значит, в 98-м году Сорос выпустил книжку «Олхемия финансовая», где он сказал, что, ах, капитализму нужно ввести рефлексирующий капитализм. То есть капитализм, который видит в себя, что он делает. И ура. Капитализму 350 или 400 лет. Это на 4-м столетии, наконец, оказывается, что он без башни, что ли? И что это за строй? Который не видит, что он делает. Хотя Маркс говорил, что капитализм за 500% прибыли может там маму родную продать и все прочее. Понимаешь? То есть сейчас, да, наступает момент, когда Украина может занять свое не только достойное, но и лидирующее место в мире на основе гуманитарно-социальных началов.